Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным выпуском «Умарти Киев». Коротко о некоторых темах. В Карачаево-Черкесии подготовлены дополнительные пункты временного размещения граждан для проживания 500 человек. Около 400 жителей республики направлены на профессиональное обучение и дополнительное образование в рамках нацпроекта «Демография». В Черкесске прошел международный форум историков-кавказоведов «Народы Кавказа в XVIII-XXI веках. История, политика, культура», посвященный столетию образования СССР. И Республиканская государственная национальная библиотека имени Халяма Пайрамуковой отмечает свой вековой юбилей. Далее об этих и других темах подробнее. Министр сельского хозяйства Республики Анзор Боташа вручил почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заместителю генерального директора по производству Игорю Шикину и садовнику Александре Мирониченко компании «Сады Карачаево-Черкесии». «За минувшие годы мы совершили огромный рывок в области садоводства. Растет урожайность в наших садов. Причина этому не только благоприятные климатические и логистические условия, но и в первую очередь высококвалифицированные специалисты в области садоводства», – сказал Анзор Боташев. В многоэтажных домах Черкеска стартовал отопительный сезон. Подключать дома и учреждения города к теплу будут поэтапно в течение этой недели. Каждый день коммунальные службы будут запускать отопление в 200 домов. Об этом сообщил начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети Черкеска» Вячеслав Аверченков. «Топительный сезон в городе Черкесске, согласно распоряжению мэрии муниципального образования города Черкеска, начался 17 октября. В соответствии с утвержденными графиками управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации, в данном случае это ООО «Тепловые сети», осуществляется подключение многоквартирных домов. Многоквартирные дома находятся в зоне обслуживания управляющей компании, все инженерные сети, в том числе тепловые сети внутри дома. Поэтому подключением данных домов занимается внутри дома управляющая компания. Наш ресурс, этот теплоноситель в виде горячей воды подается до границы раздела. Там, где централизованное горячее водоснабжение осуществлялось от ООО «Тепловые сети», ресурс уже находится внутри дома, поэтому управляющей компании необходимо открыть контур отопления, в соответствии с утвержденными требованиями выполнить сброс воздуха из системы, проверить работоспособность всех приборов отопления, тем самым уходить из дома. Ну то есть запустить дом и уже заниматься подключением следующего объекта». В этом году республика получит около 53 миллионов рублей с федерального бюджета на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В Карачаево-Черкесии подготовлены дополнительные пункты временного размещения граждан для проживания 500 человек. Они развернуты в гостиницах курортных поселков Тиберды и Домбая. В настоящее время все организационные вопросы решены, помещения готовы к размещению. Региональные власти учли равность комфорта условия проживания, близость к школам, детским садам и медицинским учреждениям, чтобы люди смогли максимально удобно организовать свой БЭТ. В следующем году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов Росмолодежи – дать возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшуов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных деток. Много людей выпадает из этого процесса. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно, там приехал в офис, посидел, поработал, добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим в долгую сыграть и открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. Почти 400 жителей республики направлены на профессиональное обучение и дополнительное образование в рамках нацпроекта «Демография». Среди них жители Карачаево-Черкесии в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и мамы с детьми до 7 лет, а также молодежь до 35 лет и безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости. Программа бесплатного переобучения будет продолжена и в следующем году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 8 миллиардов рублей. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку, необходимой до конца октября этого года. Об этом рассказала руководитель Центра инноваций и социальной сферы Джамиля Карасова. «Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр «Инновации социальной сферы» по адресу Ленина, 53. Республиканская государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамукова отмечает свой вековой юбилей. Она прошла славный исторический путь от маленькой библиотеки до главной библиотеки Карачаева-Черкесии с книжным фондом, насчитывающим более 380 тысяч экземпляров документов. Располагает ценным собранием краеведческой литературы на абазинском, карачаевском, нагайском, русском и черкесском языках. Библиотека располагается в здании, построенном в 1962 году. Это одно из красивейших зданий республики и является памятником истории и культуры. Сегодня библиотека является не только местом образования и культурного досуга жителей республики, но и центром общественно-политической жизни всей республики. Здесь проходят вечера встречи с поэтами и писателями региона, научно-практические конференции, организуются выставки-просмотры по определенной тематике, презентации с приглашением почетных гостей и заслуженных деятелей культуры и искусства республики. Уже в эту пятницу в Карачаево-Черкесии пройдет всероссийская акция «Сохраним лес», в рамках которой будет высажено несколько сотен тысяч саженцев клена, бука, дуба, березы и ясени на площади более 10 гектаров. Акции пройдут на территории ряда муниципалитетов. Желающие принять участие в масштабной акции могут зайти на официальный сайт сохранимлес.рф, где размещена карта с информацией о локациях и подать заявку на участие. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. Акция стартует в Карачаево-Черкесии с 13 октября. Центральное мероприятие пройдет 21 октября, в рамках которой будет высажено чуть более 7 тысяч саженцев различных пород деревьев. На общей площади более 10 гектаров. Местом проведения центральной акции станет территория Зеленчугского лесничества в окрестностях аула Козыл-Октябрь, где участниками акции будет проведена высадка 600 саженцев различных пород деревьев, в том числе посадка 100 саженцев сосны в честь столетия республики. Акции пройдут на территории ряда муниципалитетов. Любой желающий принять участие в масштабной акции может пройти на официальный сайт акции сохранимлес.рф, где размещена подробная информация о локациях, а также инструкция по подаче заявок на участие. На базе Северокавказской государственной академии прошел 9-й международный форум истории кавказоведов народа Кавказа в 18-21 веках «История, политика, культура», посвященный столетию образования СССР. В мероприятии приняли участие около 100 научных работников, преподавателей, сотрудников музеев из различных регионов России и зарубежных стран. Они обсудили актуальные проблемы современного кавказоведения, опыт национально-государственного строительства в регионе, социально-экономические, общественно-политические и демографические процессы на Кавказе, социокультурные преобразования и религиозную политику. В Ауле Каменомост продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Кубань, который был разрушен напором стихии в прошлом году. На объекте уложены железнобетонные балки, строители выполняют все запланированные работы в соответствии с графиком, чтобы своевременно открыть движение по новому мосту. Комментирует информацию главный инженер управления Карачаева-Черкеска-Автодор Муайя Отхутов. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться, те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. В Адагихабальском районе прошло мероприятие, объединившее проекты «Равно обучает равного» и «Драйверы развития». Встреча была направлена на выявление и устранение причин, способствующих употреблению наркотических средств и психоактивных веществ, патриотическое воспитание и профилактику терроризма и экстремизма. В станице Преградной Урупского района завершилось строительство спортивной площадки ГТО. На объекте общей площадью 352 квадратных метра расположены тренажеры, турники, установлено освещение и резиновое безопасное покрытие. В республике с каждым годом растет число жителей, занимающихся спортом, и за последние 9 лет их число увеличилось более чем в три раза. Одной из ключевых ролей в этом играют развитие спортивной инфраструктуры и популяризация здорового образа жизни. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 17-22 градуса, в горах местами 11-16 градусов. В Черкесске днем без осадков, ветер южный 4,9 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до 21 градуса. Чавыча, семга, красная икра на рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 20 по 23 октября в доме предпринимателя Черкесск, улица Горького, 8. Выплатить зарплаты, сделать закупки, составить план. А если проверка придет? Не придет. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего – бизнесом. По всей России правительством введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. В случае его нарушения оставьте жалобу на портале Госуслуг и получите ответ в течение суток. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.